Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки. У нас сегодня пятнадцатая глава. Мы начинаем пятнадцатую главу. Книги «Урод от Шува» Рава Хука. Большое спасибо всем, кто к нам присоединится. Итак, давайте сделаем. Акара. «Сеולם кулу в кулу фуотав. Рак азраха мимо акте левушу של אור האמת, המухלטа האלוהית, משרישа בלב אהבת אמת בהירה. וכל הבתה מנגדת לעשות האמת, בין שהיא בדיבור, בין שהיא נועה בתנועה או במעשה, ראי נפטולה מן העולם, עבורה מהמצויות ומסולקה מן החיים. והביקורת העצמית, כשהיא חודרת יפה בתוכיותה של הנפש ומבררת יפה את כל הנעשה וההגוי, היא מעמקת את החרתה על כל אהדור מאור האמת שבאופע או אות החיים של האדם, הוא מרגישה את הניבול, את הכיור ואת ההפסיות שלו. ושבא אדם אז בתשובה מהאהבה אל אור האמת, ותלמיד חכם גם כן מביא אלה למאמר חד פסוקה דרחמי בעלותו על הארסוב, להפקיד רוחו למקור האמת, להחליט כוח לעבודת האמת, בתורה דכתיב באמת, כבוד ביתך הפקיד רוחי, ודיטא אותי, השם אל אמת. חד טרניעה הלוחו נג simulation. חדènciaHiS Hillaryוש עד לר MOB, פסולה תפקידו ורטי איבא. הלולד אליה הלוחו, הלוחו, תפקידו, תפקידו... תפקדוי, תפקידו, 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 תפקידו. תפקידו, תפקידו, תפקידו. Это лишь область подправа верхней одежды, абсолютной божественной истины, укороняет любовь к ясной истине. И всякий взгляд, противоречащий основе истины, будь то в речи движений или действий, лишено существование, удалено из бытия и изданное из жизни. И самоанализ, когда он глубоко проникает в суть души и хорошо проясняет все происходящее и задуманное, углубляет сожаление обо всем решенном света истины в проявлениях жизни человека. И ощущается тогда непотребность, безобразие и ничтожность этого. И возвращается тогда человек в покаяние к любви, и возвращается тогда человек в покаяние и любви к свету истины. И ученый-мудрец тоже обязан перед смертью. И ученый-мудрец также обязан перед сном произнести хотя бы один стих о милосердии, чтобы верить в свой дух источнику истины, и обрести силы для служения истине в Торе, в которой написано «В твою руку предай дух мой, избави меня, Господи Божией истины». Давайте сейчас это дело попробуем разобрать вместе. Чувство истины – основа покаяния. Чувство истины – основа покаяния. Чувство истины – основа покаяния. Давайте я скажу так. Дверь, вход в раскаяние, он может быть любым. И это зависит от человека. Кому-то это правда, истина. Кому-то это милосердие, кому-то это противило свои грехи. У каждого может быть какой-то свой путь, с которого человек начинает делать Чувы. Но первый этап, обязательный этап Чувы, без которого нет Чувы – это стремление к правде. Потому что первый этап Чувы – это понять, что я сделал неправильно. Что с этим делать потом? Это потом. Сперва нужно понять, что я сделал что-то неправильно. Это нетривиально. Это нетривиально. У нас работают множественные механизмы. Смотрите. Человеку, чтобы быть, как мы уже говорили не раз, и как хорошо сказал мой брат, все, что безопасно, оно бесполезно. Все, что опасно, все, что полезно, оно опасно. Чува – она очень полезна, соответственно, она опасна. В чем опасность Чувы? Человеку, который… Как это? Здоровая психика, здоровый, душевный человек, он должен смотреть на себя, как на подозрительного человека. Как на человека, который не грешен. Как на человека, который… В порядке. Я в порядке. Это нужно просто для душевного здоровья. Человек, который убедился, или сам себя убедил, или вы убедили, что он злодей, что он грешник. Его можно махнуть рукой. Это кратчайший путь к отчаянию от самого себя. И вот такой человек действительно уже может делать все самое страшное. Это еще до Чувы. Это еще до иудаизма. Это просто душевное здоровье. Соответственно, у нас есть, у нас есть всякие, как это, мангенонимы, у нас есть разные способы, как бы, да. Наш мозг, он, как бы, придумывает всякие вещи, чтобы поддерживать наш себе взгляд, что мы в порядке. Соответственно, если мы будем Чувой, Чуву как инструмент применять неправильно, мы можем выбить из себя этот общий взгляд здоровой души, здоровой психики на себя, что я в порядке. И мы получим просто больного человека, которому нужно будет идти к врачу. А не человек, который сделает Чуву как положено. Соответственно, это опасность Чувы. Соответственно. Но это мы сейчас пошли в противоположную от Чувы. Мы сказали, что есть у нас автоматически много именно механизмов по поддержанию собственного положительного взгляда на себя. И я сейчас просто подчеркнул пользу этих механизмов. Это правильно нам для поддержания душевного здоровья. Это правильно нам, чтобы продолжать действовать в этом мире, чтобы и так далее. То есть эти механизмы, они неплохи сами по себе. Они хороши. В данном случае, когда мы хотим сделать Чуву, то есть я хочу остановиться, сделать себе небольшой какой-то пузырь. В нем на короткое время понять, что я что-то сделал неправильно, это исправить. И этим улучшить свою уверенность в том, что я в порядке. И идти дальше. То есть правильная Чува, несмотря на то, что посредине, на противоположную сторону, от уверенности того, что я в порядке. Посредине Чувы я уверен, что я не в порядке. Но делать это для того, чтобы я продолжил быть еще больше уверен, быть, что я в порядке. Это раз. А два, что это правда теперь. Я действительно себя улучшаю. Я был на точке 8, встал на точке 13. Я стал лучше. Я действительно исправился. То есть, во-первых, это не только мой взгляд на себя. Это также я вижу, что я себя делаю сильно лучше. То есть, это как вот частеренка, да? Часть своего кручения найдет назад. То же самое с тем, чтобы себя сделать лучше, с тем, чтобы на себя смотреть, что я нормальный, я в порядке, я хороший человек. Мы часть времени посвящаем тому, что мы смотрим, а что можно улучшить и что плохо. Но важно, чтобы это было частично. Теперь, соответственно, один из механизмов, который нас как бы держит в том, помогает нам, в общем-то, несправедливо помогает, плохо нам помогает, но помогает удержаться в мысли, что мы хорошие люди, мы в порядке. Мы очень большие специалисты придумывают себе оправдания на все, что мы сделаем. Еще раз, мне важно объяснить, придумывать себе оправдания, это не просто так. Мозг наш, он просто любит самые дешевые, самые простые пути, но это очень важно для душевного здоровья, чтобы мы понимали, что мы хорошие люди, чтобы мы не отчаялись от себя. Теперь, с тем, чтобы сделать шву, мы должны начать с того, чтобы пробить эту стену, не окончательно, а временно, на время швы. Мы должны эти оправдания, отговорки, что я в порядке, убрать. Чтобы их убрать, нам нужно, нам нужен вот это вот свойство истины. Потому что основа швы – это признать, что я не в порядке. И где я не в порядке? И, как мы сказали, у нас есть встроенные, мощные механизмы, которые нам постоянно доказывают, что я в порядке. Для швы нам их нужно временно устранить, чтобы подключить швы и их усилить. Что я действительно могу показать, что я действительно в порядке? Я был там, а сейчас я здесь. Поэтому истина – это основа швы. Неважно, с какой мотивацией начать делать шву, первый шаг швы – это понять, где я не прав. Это сложно. Это действительно сложно. Что нам может помочь? Любовь к истине. Платон мне друг, а истина дороже. Даже если окажется, что истина не с теми идеями, которыми я привык, которыми я люблю, как это, с большим сожалением придется признать правоту. Потому что мы любим истину. То есть в этом плане, как мне кажется, истина – это основа чумы. Итак, чувство истины – основа покаяния. Осознание, что весь мир и все его проявления – это лишь облеск покрова абсолютной божественной истины, укореляет в любве, в сердце, любовь к ясной истине. Есть гораздо более высокая правда, истина, чем та правда, которой мы пользуемся в повседневной жизни. Понятие того, что действительно весь мир и все проявления нашего мира – это отражение внешнего покрова абсолютной божественной истины. То есть что-то, что слабая, далекая часть от внутренней божественной истины – это понимание, оно у нас укрепляет любовь к правду, к истине. То есть мы смотрим очень высоко, как Раф любит нас поднять выше всего мира и сказать нам, что весь мир во всех его проявлениях – это слабое отражение внешнего покрова истины. Отблеск покрова, одежда, которая на истине отражает немножко свет, и вот этот вот отблеск – это весь мир с его всеми проявлениями. Это, конечно, возвеличивает, возращивает в сердце любовь к истине. Теперь, если мы сказали, что весь мир наш, который и все его проявления – это отблеск покрова божественной истины, то что же с ложью? То где же ложь? И всякая, всякий взгляд, выражение на иврите имеет аббата. Это имеет два значения – это действительно выражение битуй и это взгляд. Здесь, мне кажется, подходит взгляд, здесь тоже немножко автоматический переводчик немножко не справился, но мы ему простим, потому что текст сложный, хороший, и кроме двух ошибок, тут в общем все более-менее ничего. Итак, и всякий взгляд, противоречащий основе истины, будь то в речи, движение или действие, нет, здесь тоже, думаю, движение – это, видимо, мысль. Давайте посмотрим, как это выглядит. Бодибург, быть нуа, убы, массы. Да, в движении. Так здесь написано мне в мысли. Я здесь не прав, переводчик прав. И всякая, и всякий взгляд, противоречащий основе истины, будь то в речи, в движении или действии, лишено существование, удалено из бытия, изданная жизнь. То есть, если мы говорим, что весь мир – это отблеск правды, то лжи не существуют. Сказать, как бы, ближе к нам, ложь, она мертворождена. Это сказать еще по-другому немножко, ложь – это привидение. Помогите мне сейчас с русским. Когда мне что-то кажется. Это ложь. То есть, вот то, чего на самом деле нет. Но вот мне кажется, что это так. Что это есть. Как вот идем в пустыне, в пустыне, да, мираж возникает. Очень картина такая ясная и четкая, что как будто здесь есть, но в самом деле здесь ничего нет. Мираж. Так вот, получается, что ложь по внутренней сути, ей нет места в бытие. То есть, это мираж. Соответственно. Как бы, это получается, что ложь – это как бы смерть. Отрицание существования. Из этого выходит также, что тшува – это, как-то наиболее, не тох, лев, по тох, да. Операция на открытом сердце, когда я вырезаю из живого, из своего, в общем-то, живой души, отделяю живые, настоящие части, от мертвых. Так как жить, да, с разлагающимся телом, или с разлагающейся душой, или с полумертвой, это не очень хорошо, это выделяют всякие яды и так далее, то, то что, и самоанализ, когда он глубоко проникает в суть души и хорошо проясняет все происходящее и задуманное. Углубляет сожаление обо всем, лишенном света истины в проявлениях в жизни человека. Мы сказали, что, посмотрев сверху на мир, у нас возникает любовь к правде. И, соответственно, мы хотим, чтобы наша жизнь тоже была прилеплена к истине. И такой вот самоанализ, который тоже происходит из любви к истине, чтобы признать, что что-то было непросто, отделить, как бы, вот, живые части от неживых. И самоанализ к нам глубоко проникает в суть души и хорошо проясняет все происходящее и задуманное. Углубляет сожаление обо всем, лишенном света истины в проявлениях в жизни человека. Соответственно, обратите внимание, это важная вещь. Углубляет сожаление, это только после хорошо проясняет все происходящее и задуманное. Мы сказали, что нам сложно признать себя неправыми. Нам сложно сказать, что где-то мы ошибались. С другой стороны, если уж мы решили признать, что мы где-то ошибались, наш мозг, как бы, любит простые дороги. Нам проще все обобщить и сказать, ты везде ошибался. И все это дело неправильно. И тогда мы можем захотеть попытаться, что называется, выбросить, вылить вместе с водой из корыта ребенка. Нам сперва нужно из любви к правде, к истине, понять, что мы действительно сделали неверно, а что мы, да, сделали верно. Сперва нужно делать анализ четкий. С одной стороны, не давать себе поглажек. А с другой стороны, не запинывать себя просто так. Обязан идти сперва очень важный анализ. И самоанализ, когда он глубоко проникает в суть души. Это не может быть. Здесь ты только это самое. Это ты сделал плохо, это ты сделал плохо, это ты сделал. Самоанализ общий. Кто-то сделал хорошо, кто-то сделал плохо. Кто-то нужно делать лучше, кто-то сделал великолепно. Посмотрев на общую картину. Теперь, что делать с тем, что хорошо, вдруг-то можно улучшить. Что делать с тем, что плохо, вдруг-то тоже можно улучшить. Соответственно, как вот это углубляет сожаление, это очень важно. Но это обязательно второй этап против правильного, настоящего самоанализа. Который по правде. Который по истине. Который не берет меня ни направо, ни налево. Я не начинаю утверждать, что я чист, как перышко, и все у меня хорошо. И я не начинаю на себя мухать рукой, говорить, что все, что не делаешь, это все плохо. И понятно, что плохо, и никуда это не годится. Может быть, хороший, правильный анализ. И после этого те части, которые оказались неверными, лишенным света истины. Проблемой жизни человека. Вот к этому углубляет сожаление наш анализ. Наша самоанализа. И ощущается тогда непотребность, безобразие и ничтожность этого. Здесь я повторю, как это важно. То, что я сказал. Мы не ходим и мы не живем с ощущением непотребности, безобразия, ничтожности себя вообще как личности, как человека и всего того, что мы сделаем. В ограниченное время, когда мы занимаемся дшевой. Какое время дшевой? Это конец. Конец чего-то. Конец дня, конец недели, конец месяца, конец года. Концы – это время дшевой. Мы делаем анализ. И в результате анализа у нас получается, ощущается очень четко непотребность, безобразие, ничтожность грехов. Но мы с этим не живем. Мы этим не заняты как-то. 2-4 на 7. Когда мы делаем дшеву, и это очень важно, тогда мы осуществляем, как мы уже упоминали, да простите меня, мы сравнивали дшеву с походом в туалет. Выкинуть все, что не переварилось, выбросить. Теперь это очень важное действие. Человек, у которого, простите меня, проблема, он не может ходить в туалет, либо он на диализе, либо у него, как бы, еще у него серьезные проблемы со здоровьем. Ему нужно очень серьезно это изменять. С другой стороны, жить в туалете – это неправильно. И возвращается тогда человек в покаяние к любви и свету истин. Не так. И возвращается тогда человек в покаяние из любви к свету истин. Здесь тоже исправим немножко перевод. Чува из любви – это основная Чува, о которой Рав говорит. Это основная Чува, о которой Рав нас приглашает. И это основная Чува, о которой Рав посадил, что она имеет отношение к нашему покаянию. Соответственно, и тогда возвращается, поняв, что это так не должно быть. То, что я в себе обнаружил, так не должно быть. И тогда у нас проложена дорога сделать шиву из любви к свету истинам. Теперь, мне тут, видимо, нужна будет ваша помощь. Я не понимаю, при чем тут ученый-мудрец. Но давайте предположим. Зачем мы так вот перескакиваем сразу на мудреца Тора? Мудреца. Мне не очень понятно. Предположение у меня такое. Может быть, это человек, у которого нет греха. Который всю жизнь живет в свете истины. Для него это близко. Для него это рядом. И ученый-мудрец тоже обязан перед сном, перед сном, конечно, произнести хотя бы один стих о милосердии, чтобы верить в свой дух, источнику истины. Обрести силы для суждения истины Тора. Которое написано, в твою руку предаю дух мой. Избавил меня, Господи, Бог истины. Простите меня еще раз. Я не понимаю, зачем нам здесь нужен мудрец в конце. Чем он нам помогает. Вот так. Теперь я буду рад, конечно, услышать какие-то ваши замечания по поводу этого отрывка. А с этим переводом я тогда, видимо, еще немножко пободаюсь с нашим чатом. Но вот тут у нас три места или два, где мы сказали, что перевод немножко склонен. Самый, конечно, четкий – это перед смертью. Это, конечно, совсем не важно. Вот так. Давайте, значит, посмотрим, что есть дальше. Я хочу вас послушать. Мне будет очень интересный вопрос. Пожалуйста. Спасибо. Я тогда скажу, Натан. Значит, ученый-мудрец… Секундочку, секундочку, Виктория. Я увеличу громкость, потому что чего-то я смогу выйти. О, пожалуйста. Ученый-мудрец – это человек, который, ну, в общем-то, очень много знает, читал и вроде бы знает, как оно должно быть, в чем правда, в чем неправда. Но поскольку наш мир – это только отцвет, как было вначале сказано, он не может знать всей правды, поэтому он просит. Наверное, так. Это же потому что можно самим миром обмануться, поэтому он просит все равно направление. Наверное, так. Потрясающе. 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 Вау. Просто здорово. Давайте я это скажу своими словами. У праведника может быть серьезная ошибка. Так как он учит Тору, он прилеплен к Всевышнему, он постоянно занят правдой и занят Торой истиной и так далее, он может ошибиться, что он теперь с этим слился. И все его мысли – это в направлении, в потоке истины как-то, грубо говоря, что его горлом глоболит Господь. И все, что он говорит, это уже истина. И эту ошибку гораздо сложнее искоренить, чем у простого человека, который о себе особенного не думает. У действительно праведника, у человека, который действительно живет идеалами, у него есть собственная сложность. Ему гораздо сложнее в каком-то смысле сделать шву. Потому что он не живет прихотями, он не живет, как это, сейчас, он не живет какими-то животными потребностями. Он живет идеалами. Поэтому он может считать, что его путь – это не только истина, это вся истина. У нас, оказывается, действительно истина многогранна. И может быть путь праведника, совершенно с другой стороны, может быть праведник в милосердии, может быть праведник в судах, могут быть много разных праведников. И праведнику действительно сделать шву сложнее, потому что он праведник. Так что огромное спасибо, Виктория. Огромное спасибо. Действительно, правда, она божественна. Весь мир – это ее отблеск. И сколько бы этой правды я не нахапал, все равно божественная истина, она гораздо всеобъемлеще, она гораздо больше. И я всегда могу расширять и расширять свое мировоззрение, свою прилепленность к этой правде. И то, что я мудрец или праведник, меня не только от этого не освобождает, а наоборот, у меня есть как бы какие-то недостатки, что вот именно как праведник у меня сложнее делать шву. Великолепно. Большое спасибо, Виктория. Вы сделали сегодня мой урок. Я очень рад. Спасибо большое, Натан. Мне очень приятно. Кто-то еще хочет что-то сказать? Я тогда извинюсь еще раз, что мы начали его сегодня не в 6, не в 6.10, а в 6.20, поэтому следующий отрывчик мы не смогли посмотреть. Но в любом случае я благодарю всех за присутствующих. Большое спасибо. Добрый вечер и до встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok